Интервью российского диктатора Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором он повторял известное кремлевские нарративообеско на русских землях, спровоцировало китайских аналитиков выдвинуть территориальные претензии России. Дискуссия о праве на земле развернулась в CTX. В частности, аналитик Цзэй Чэнь Ван из Центра глобализации Китая написал, что интервью Путина еще раз подтверждает его предвзятость касательно того, что зацикленность на истории обычно неконструктивна. Почему мы должны ссылаться на 8-й или 13-й век, а не на 220-й год до нашей эры? Мы живем в наши дни с законами, а не в 8-м веке. Также свое мнение написал китайско-американский актер Роберт Ву. Он заявил, если говорить об истории, тогда РФ должна вернуть Китай в Владивосток и другие огромные территории, украденные у КНР более 100 лет назад. Напомним, в августе прошлого года в Китае официально утвердили новые географические карты. На них часть нынешней территории России признается территорией КНР. Так, китайский государственный сайт «Картографический сервис стандартных карт» обозначил Большой Уссурийский остров полностью китайской территорией. Известно, что этот остров оставался спорной территорией России и КНР в течение последних 100 лет. В 2008 году страны заключили договор, разделив остров пополам, но на новых картах в Китае это не указано. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова